Добрый вечер, здравствуйте! Вы смотрите программу Афиша. Программу для тех, кто любит проводить свободное время не только увлекательно, но и с пользой для души и разума. Прямо сейчас я расскажу вам обо всех интересных культурных событиях, которые ожидают город и не только в ближайшее время. Полетели! А начнем сегодня с подведения итогов розыгрыша среди зрителей, которые мы провели в социальных сетях. Для победы необходимо было подписаться на нашу группу ВКонтакте, посмотреть очередной выпуск программы Афиша и сделать его репост на свою страницу. Методом случайного выбора мы определили трех победителей. Ими стали Дания Лучихина, Наталья Теплых-Шалагина и Раиса Жданова. Каждая получит по два билета на любую постановку театра-вариант. Поздравляем победителей и ждем их в редакции телеканала, где и вручим призы. Следите за выпусками программы Афиша в социальных сетях. Впереди новые розыгрыши. На предстоящей неделе в Екатеринбурге состоится несколько весьма интересных спектаклей, которые истинные ценители театра просто не имеют права пропустить. Например, в театре драмы «Острая социальная драма» «Лифт». В основу действия положены четыре сюжетно-самостоятельные пьесы, написанные специально для данного проекта уральскими драматургами. Каждый акт является собой картину из жизни обычного многоквартирного дома, с особенностями быта которого, вольно или невольно, ежедневно соприкасаются все обитатели больших городов. Объединенные общим пространством и едиными коммуникациями мы зачастую, зная соседей только в лицо, все равно оказываемся вовлеченными в их историю, пусть и своим равнодушием. И «Лифт» демонстрирует это наглядно, объединяя четыре расположенные на разных этажах сценические площадки общими героями и связующими четыре пьесы обстоятельствами. Вообще, на предстоящей неделе Екатеринбургские театры предлагают зрителю только серьезные постановки. Например, в театре «Волхонка» комедия «Черная дыра». Но поверьте, во время ее просмотра вы будете не только смеяться. По сюжету успешный сценарист сидит в баре на окраине города в ожидании своей любовницы, с которой он собирается порвать. Появляется странный человек и уверяет, что фильм, снятый по написанному главным героям сценарию, является ничем иным, как его собственной непростой жизнью. Кроме того, главному герою постоянно являются знаки, которые свидетельствуют о том, что запутавшуюся жизнь можно исправить. Правда, очень необычным способом. Продолжаем театральную тему. В Первоуральске стартовал большой театральный фестиваль, причем проходит он под открытым небом. Как заверяют организаторы, так они хотят сделать жизнь в Первоуральске насыщенней, ярче и интереснее. А откроет фестиваль выступления молодых первоуральских актеров из театра-студии «Три апельсина». Вместе с ними вы отправитесь в путешествие по желтой кирпичной дороге. Также перед вами под открытым небом выступят четырехкрантные номинанты фестиваля «Золотая маска» актеры Екатеринбургского танцтеатра. Они представят свой новый спектакль «Лабиринты». Театр-студия «Ора», постановку «Цирк», «Принтипрам». Кроме того, на фестивале состоится и конкурс молодежных проектов в сфере сохранения исторической памяти, экологии, культуры и инклюзии. Судя по всему, люди культуры решили использовать последние дни уходящего лета на все 100% и провести на открытом воздухе как можно больше мероприятий. В субботу приглашаю всех любителей кино насладиться этим искусством в импровизированном летнем кинотеатре. Первоуральск в очередной раз становится площадкой Всероссийского фестиваля «Ночь в кино». По традиции «Ночь в кино» начнется с работы творческих мастерских, где для гостей проведут несколько мастер-классов. В кинопрограмму фестиваля в этом году вошли современные российские ленты. Так, вам предложат посмотреть фильм-сказку «Последний богатырь. Посланник тьмы», напряженную драму «Чемпион мира» и фантастическую комедию «Мелодраму. Пара из будущего». А еще вас ждет шоу огромных роботов-трансформеров. Также в субботу в Инновационном культурном центре состоится День открытых дверей. У первоуральцев появится уникальная возможность лично познакомиться со всеми направлениями его работы. Вас ждут в студии мультипликации и в музее горнозаводской цивилизации, в выставочных галереях и на концертных площадках. Также вы сможете принять участие в мастер-классах и веселых играх для всей семьи. И по традиции в День открытых дверей для вас проведут розыгрыш призов. А теперь новость для любителей активного образа жизни. В Первоуральске пройдет большой фестиваль уличных видов спорта и хип-хоп-культуры ПВК-Лайф. Чтобы принять в нем участие, в наш город приедут гости из Екатеринбурга и Москвы. Спортивно-культурный фестиваль откроет соревнования самых маленьких. Они будут состязаться в скорости на беговеллах. А еще гости смогут принять участие в соревнованиях по стритболу, панне и игре в квадрат. Также свое мастерство продемонстрируют любители скейтбординга, роликовых коньков и самокатов. Если вы привыкли всегда перемещаться по прямой, невзирая на препятствия, вас ждут соревнования по паркуру и фрирану. А велосипедистов приглашают принять участие в состязаниях по джим-хане. Это гонки на велосипедах с преодолением различных препятствий. В общем, на фестивале будут представлены все виды экстремальных видов спорта, которые популярны сегодня среди молодежи. Также в культурной программе фестиваля вас ожидают выступления первоуральских и екатеринбургских рэп-исполнителей. А хедлайнером фестиваля станет московский гость Джамал. Спортивно-культурный праздник завершится большим фейерверком. А теперь предлагаю переместиться на концертные площадки города. Спешу обрадовать любителей классической музыки. Уже скоро в Первоуральск с большим концертным туром приедет выдающийся органист Тарас Богинец. Несколько лет назад Тарас Богинец основал музыкальный фестиваль «Бахфест», участники которого знакомят слушателей с творческим наследием великого немецкого композитора. На концерте, который состоится в нашем городе, также прозвучат известные произведения Иоганна Себастьяна Баха. Близкое знакомство горожан с органной музыкой возможно благодаря цифровому передвижному органу «Монарх», который в точности передает звучание одного из прекрасных нидерландских трубных органов. Также на концерте вы сможете узнать много интересного об истории и современности органной музыки, познакомиться с устройством органа. Также в ближайшие выходные горожан приглашают в Парк новой культуры. Там участники Первоуральского клуба авторской песни «Территория души» представят свою новую концертную программу, в которую они включили как старые, проверенные временем, так и совершенно новые, написанные буквально вчера, песни. Музыкально-поэтический клуб «Территория души» – это творческое объединение поэтов, песенников, авторов и исполнителей. Своей главной задачей они считают сохранение авторской песни как оригинального жанра, стремятся развивать и популяризировать бардовское движение и вовлекать в него как можно больше новых людей. На концерте музыканты вместе со слушателями поразмышляют на самые разные темы, немного погрустят и от души посмеются над жизнью во всех ее проявлениях. Также на предстоящей неделе в гости приглашают и выставочные площадки Первоуральска. Так рекомендую посетить выставку «Гравюр», которая воспевает силу и манящую красоту океана. Глубинное погружение. Ее специально для Первоуральских ценителей прекрасного подготовил Екатеринбургский музей изобразительных искусств. На выставке представлены гравюры 40 художников-графиков из 20 стран мира. Работы выполнены в редкой и изысканной технике «Метсо Тинто», передающие изображения не с помощью штрихов и точек, а плавных переходов и полутонов. Авторы выставки поставили цель не только познакомить с жизнью подводных обитателей, но и поднять тему экологии. В их работах ряд призывов. От необходимости минимизировать использование пластика, от которого погибает множество морских обитателей, до побуждения к участию в экологических акциях по очистке побережий от мусора. Также приглашаю вас посетить выставку современного искусства «Мое». Ее создатели, екатеринбургские художники, творят в жанре сайнс-арта, то есть работают на стыке науки и искусства. И на сей раз предлагают зрителям отправиться на 500 миллионов лет назад и познакомиться с древней историей Урала. Основа выставки – это черно-белые изображения, сочетающие в себе снимки и рисунки. Они созданы фотографом Натальей Подуновой и художницей Анастасией Ростовой. Фотограммы Натальи Подуновой – изображения, созданные без фотоаппарата на светочувствительной бумаге. Они имитируют окаменелости предметов и фрагментов, характерных для современности. Изображения предлагают представить себя палеонтологом будущего и попробовать подошедшим обрывкам истории восстановить целостную картину нашей с вами современности. В документальной части экспозиции вы познакомитесь с материальными свидетельствами жизни предыдущих периодов – окаменелостями трилобитов, аммонитов, морских ежей и прочих обитателей Древнего океана, который когда-то плескался над Уралом. Это экспонаты Красноуфимского краеведческого музея. На виртуальной интерактивной карте каждый желающий сможет задать географическую точку, период времени и увидеть, как выглядела Земля в разные эпохи, посмотреть, как дрейфовали и видоизменялись материки. Слово «сувенир» пришло к нам из французского языка. Перевести его можно как подарок на память о каком-то событии, например, о посещении страны или музея. Сейчас некоторые сувениры представляют из себя настоящие произведения искусства. Выставка именно таких открылась в Первоуральске. Автор работ, представленных на выставке «Лаборатория подземелья», преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства Уральской государственно-архитектурно-художественной академии Михаил Береговой. Специально для Первоуральцев он представляет серии сувениров, посвященных новогодним праздникам, русским сказкам, уральским городам и сказам Бажова. На выставке также можно увидеть и сувениры, изготовленные в единственном экземпляре. Например, колокольчики, бронзовую, малую пластику, советские танки, рюмки и другие образцы декоративно-прикладного искусства. Эти сувениры Михаил Береговой со своими учениками создавал на протяжении 10 лет. И в завершении программы, как всегда, о новинках кино. Но, эх, давно не радовали нас кинематографисты хорошими экранизациями литературных произведений. Исправить эту ситуацию решила режиссер Кастиль Лэндон. И представила на суд широкой публики четвертый фильм, снятый по мотивам бестселлеров писательницы Анны Тотт после. Долго и счастливо. Любовь главных героев Тессы и Хардина неоспорима. И с каждым новым испытанием их связь становилась все крепче. А страсть все сильнее. И вот только за долгие годы Хардин так и не смог усмирить своих внутренних демонов. А Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Она чувствует, что в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя. Ждет ли их сказку счастливый финал? Или же долго и счастливо? Это не для Тессы и Хардина. Также на предстоящей неделе на большие экраны выходят ленты для семейного просмотра. Например, всех любителей российской анимации приглашаю посмотреть забавный и веселый полнометражный мультфильм «Барбоскиный Тим». Младшие члены семьи Барбоскиных мечтают прославиться и покорить интернет. И самое главное, они обладают всем для этого необходимым. Умеют танцевать и снимать смешные ролики, которые собирают лайки и просмотры. Но до настоящих звезд интернета, таких как новая героиня, кошечка Кэт, им еще далеко. По случайности Кэт становится их соседкой. Между ними завязывается не только дружба, но и соперничество. Наставница Кэт не очень рада конкурентам и пытается внести разлад в дружную семью. Вот, собственно говоря, и все, о чем я хотел рассказать вам сегодня. Ходите в театры, в кино и на выставки, проводите время увлекательно. Помните, в окружающем нас мире всегда происходит что-то интересное. И программа «Афиша» вам об этом обязательно расскажет. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова